приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы прежде чем мы начнем освещать тему агрогороскоп с 22 по 25 ноября 2021 года прошу вас подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь этим видео с другими людьми друзьями родными близкими пусть у них тоже все будет к агрогороскопу и так с 22 по 25 ноября это в основном будут энергии стихии воды позади у нас время сожженного пути полнолуния лунное затмение полнолуния и вот сейчас уже 22 начинается очень хороший период для многих дел это еще очень сильные энергии поэтому можно 22 ноября это понедельник еще посеять семена эустомы на рассаду для тех кто собирается сеять не волнуйтесь хорошее время можно посеять семена зеленых культур это актуально для тех кто живет в теплых регионах а также кто желает сделать такие посевы на подоконнике в комнате очень многие уже имеют такие места специальные со спец лапами где выращивают зеленушку для того чтобы пользоваться ею зимой также здесь же можно выращивать чеснок лук на зелень зеленые перышки очень полезны и вкусны в это время но и проращивание различных семян очень хорошо в это время получится высаживать рассаду можно любую и цветочную и овощные растения все что у вас есть с рассады высаживайте сразу для тех кто на севере живет скажу что это вам не подходит а те кто пишет мне и просьба дается все время такая о том чтобы рассказать когда высаживать рассаду это теплые регионы а также те кто выращивают растения в теплицах пожалуйста высаживайте после 7 часов утра прекрасное время работайте удачи вам в саду в саду там где холодно очень хорошее время для посева тугов схожих семян требующих длительной стратификации нужны и морозы снег и отепели вот эти семена должны пройти вот этот период стратификации и проклюнуться уже следующий весной зеленые операции в стихии воды не проводятся ни в коем случае иначе пройдет произойдет инфицирование или споры грибковых заболеваний или вирусы попадут внутрь по току потому что ток это стихия воды очень хороший ток воды идет так что зеленые операции в теплицах на подоконниках нигде не проводим для цветов те кто уже готовится к следующему сезону вот мы уже говорили о посевах цветоводы конечно могут выбрать эти дни для посева семян эустомы может быть и другие цветы все зависит от того кто какое направление какие растения цветочные любят пожалуйста для тех кто долго тех семян которые долго всходят это хорошее время и в это время можно пересаживать в горшки хризантемы многие купили и имеют уже в загашнике вот эти прекрасные цветы пересаживайте перевалку проводите в большие горшки и очень хорошо в знаке рак это получится для комнатных цветов актуальны поливы пересадка посадка рассады и подкормки но подкормки только половина требуемых удобрений почему потому что в это время идет очень плохо фотосинтез даже при досветке очень слабо идет поливы и подкормки проводим для растений там где идет вегетация где тепло а вот следующий весь ряд смотрите это и сбор урожая северяне не смейтесь потому что очень многие сейчас собирают урожай у нас на юге сейчас только копают морковь так что пожалуйста еще есть и теплее страны где сбор урожая не только корнеплодных проводят но и других растений поэтому в это время не собираем урожай любых растений не делаем заготовки не закладываем на хранение в знаке стихии воды очень быстро портится вся продукция квашение не проводим и лекарственные настойки не делаем некачественные получается эти же работы смотрите я хочу вам предупредить что у нас и 23 и 24 точно эти же виды работ у нас повторяется единственное что у нас уже 24 с посевами и с рассадой вопросы у нас снимаются почему потому что луна без курса с 8 часов утра и естественно в течение дня нельзя не сеять не высаживать рассаду хотя по календарю казалось бы время луны в знаке рак а остальные работы во первых в саду нужно будет проводить уборку сада здесь уже не сеем тоже самое с посевами зеленые операции не проводим с цветами только поливы и подкормочки ну и комнатные цветы тоже защита от вредителей поливы и подкормочки остальные виды работ не проводим хотя у нас аж после 19 часов начинается вот этот период знака стихии огня все-таки еще будут несколько часов энергии воды ощущаться стихии воды поэтому в этот день видите он у нас более похож на выходной основные виды работы у нас все по знаку рак будут 22 и 23 ноября это понедельник и вторник ну и сейчас рассмотрим день когда уже чистой энергии огня то есть луна будет находиться в четверг в знаке лев убывающая луна 25 ноября можно высаживать озимый лук и чеснок на репку но сразу же скажу что я уже эти проводила уже многократно различные испытания здесь урожай будет намного меньше чем в дни корня дни корня имеется ввиду телец и козерог но если не успели посадить можете это сделать я тоже частично буду у меня много в этом году испытаний тоже буду высаживать именно в этот период небольшое количество лука и чеснока для того чтобы сопоставить урожайность вот этих знаков знаки корня и в данном случае знак плода это знак стихии огня лев так что можете посадить озимый лук чеснок на репку но еще раз напоминаю урожай не будет таким как урожай в тельце и козероге высаживать рассаду во льве не рекомендуется очень слабая корневая система естественно на урожай большой нет смысла надеяться в саду актуально укрытие теплолюбивых растений почему именно во льве в это время стихия огня сохраняет от этой дополнительной влаги которая если бы мы сделали это чуть раньше растение начинают потеть и споры грибковых заболеваний очень активно развивается во льве этого не происходит естественно это должна быть сухая погода лучше когда ветерок и солнышко очень хорошо укрывать теплолюбивые растения вот здесь уже начинается период когда можно проводить зеленые операции на зеленых растениях и в теплых странах в теплицах также для цветов естественно здесь хорошо проводить укрытие снова же теплолюбивых цветов там где уже наступает холод но и закладывать на хранение луковицы и клубни цветочных растений для комнатных цветов защита от вредителей и болезни актуальной обработки а также проводите зеленые операции поливы в это время бесполезны растения не воспринимают воду естественно подкормки не проводим подкормки только будут негативно воздействовать на растения а не только сжигать будут корни далее очень хороший момент когда вот уже начинается вот когда были выходные по сбору урожая заготовкам то в это время в знак стихии огня во льве можно собирать урожай делать различные заготовки закладывать на хранение но квашение получается сухим и горьковатым поэтому ни в коем случае вот это не делаем но мариновать напоминает кто еще не знает различия квасить естественный природный процесс а мариновать с уксусом это процесс когда искусственно ускоряется приготовление капусты или других каких-то овощных растений то можно делать каждый день при желании можно готовить свеженькие а вот время наступает еще один пункт лекарственные настойки это период уже убывающей луны и знак льва очень хорошо использовать для приготовления настоек мазей различные лекарственные корни именно корневые части растений листья и цветы не дадут того эффекта как корни корни корешки растений каждый имеет свои знает кто заготовил начинайте вот этот процесс приготовления 25 ноября а теперь постоянная рубрика луна для дома и для здоровья с 22 по 25 ноября итак у нас период 22 по 24 это энергии стихии воды и они будут влиять на все наши дела которые связаны с нашим телом с нашим очагом а также с различными делами в доме и так сразу же он будет сегодня у нас короткий потому что три дня как раз заняты энергии стихии воды это луна убывающая в знаки рак и это убывающая луна это очень хорошо печка будет дым попросили писать я пишу предупреждаю будьте внимательны в это время она дымит у нас дым валит внутрь дома поэтому с маленького если уже топили то потихонечку разжигайте и пробивайте эту пробку воздушную в дымоходе и будет неплохо разжигаться но если вы долго не топили или камин или печку в этот период лучше не начинайте вот здесь будет время но мы дойдем до этого и так стрижка волос 22 23 24 не стрижемся в раке не красим волосы в раке бесполезное дело краска не возьмет не возьмется так как надо мыть волосы тоже не рекомендуется в это время и перхоть и жирноватые какие-то происходят манипуляции с волосами с кожей на голове что лучше пройти мимо вот этого периода для мытья волос откажитесь этого времени чуть чуть позже будет для этого хорошее время далее очистка кожи это имеется ввиду работа с различными недугами на коже и как раз на убывающей луне очень хорошо эти операции проводить причем это у нас убывающая луна начиная со второго дня полнолуния мы уже этот процесс начали и продолжаем стрижка ногтей 22 23 24 не проводим ногти будут слоиться и плохо расти поэтому пропускаем эти дни ремонт тоже очень плохой некачественный получится в любом случае все виды ремонтных работ переносим на другое время проветривать вещи нет смысла даже если будет и ветер и солнце все равно притягивается влага знак стихии воды он говорит сам о себе о том что воды очень много в воздухе рукоделий тоже в это время не приветствуется отстирать отстирывается самые грязные самые большие вот такие пятна какие-то замусоленные вещи стирайте в это время хотя плохо сохнет но если солнце конечно и ветерок досушить утюжком пройдете но в это время отстирывается замечательно в знаке рак отличная стирка получается и уборка вот здесь генеральная уборка очень хорошо подходит хотя это начало недели понедельник вторник среда но качество уборки будет отличное используйте эти дни и вот день когда уже наконец-то заканчивается вот эти запретные всякие манипуляции с нашим телом особенно с головой и во льве чистая энергия продуктивная в четверг 25 ноября начинается очень хороший период для того чтобы растапливать печку будет гореть очень хорошо можно стричь волосы красить волосы а также мыть волосы очистка кожи продолжается стрижка ногтей тоже прекрасно получается ногти будут хорошо расти и будут здоровы проветривать вещи очень хорошо при хорошей конечно погоде и очень хорошо заниматься рукоделием вот это после большого перерыва после тельца мы можем наконец-то приступить к своим вещам которые мы там вязали или начинали вязать или идея у нас была в тельце и вот это время когда можно начинать и очень хорошо все получится а вот что касается стирки то очень плохо отстирывается пятна это знак стихии огня поэтому если есть пятна выводители используйте их для этого дела важного ну а уборка уже после генеральной уборки это ежедневная какая-то уборка это только приветствуется луна для здоровья до 2 23 и 24 практически весь день будут работать энергии знака рак а в это время уязвимы грудная клетка печень желчный пузырь желудок двенадцатиперстная кишка поджелудочная железа пищевод нервная пищеварительная системы в это время люди такие сильно эмоциональные чувствительные поэтому не принимайте любую плохую негативную информацию принимайте всегда пищу в хорошем настроении и старайтесь находиться в хорошем позитивном настроении ведь рак управляется луной а она отвечает за эмоции человека поэтому ваши эмоции помните всегда должны быть позитивными и в это время очень хорошо раздельное питание нельзя переедать допускать агрессию перепады настроения не используйте в это время молочные продукты сырые овощи холодную еду ни в коем случае холодные напитки почему потому что в это время могут обостряться астмы простуды ларингиты пневмония заболевания щитовидной вилочковый желез ревматизм обратите внимание хотя органы у нас выше ног а вот ревматизм ног может ощущаться в это время рак об этом позаботиться так что поберегите себя в это время что должно быть у нас из пищи в первую очередь нельзя переедать напоминаю ни в коем случае и в это время хорошо из отварных овощей делать салаты очень полезны в это время овощные супы ржаной хлеб морепродукты речная рыба морская капуста картофель любой топинамбур морковь свекла миндаль фисташки кокосовые орехи экзотические фрукты если же их нету то можете использовать орехи местного производства а также можно использовать в это время лимон и чеснок даже нужно укроп петрушку если еще есть и различные капусты 25 ноября 2021 года луна уже будет находиться в знаке стихии огня во льве а в дни нахождения луны в знаке лев уязвимы сердце это главный орган человека а также уязвимы аорта артериальная система кровообращения грудная клетка ребра позвоночник сердечно-сосудистая система поэтому в рационе должны быть протеины витамины d и c важно в это время как можно больше выпивать натуральных соков а также травяные чаи из питания очень хорошо использовать различные морепродукты рыбу печеный картофель яблоки груши хурму цитрусовые в это время сейчас их много и различные есть ананасы авокадо фасоль и горох маслины чеснок грецкие орехи семена подсолнечника зелень различную зеленый чай морковь из круп для каш можно готовить такие использовать крупы пшено овсянка гречка и рис и берегите в это время себя потому что нельзя в это время перегружать себя физическими нагрузками ну что ж подошел к концу сегодняшний выпуск посвященный важным делам в период нахождения луны в знаке рак и начало периода нахождения убывающей луны в знаке лев авторы канала раиса кориченко александр волик желают вам уважаемые зрители коллеги друзья всем вам крепкого крепкого здоровья берегите пожалуйста себя а также вам благодатной погоды мира тепла и добра в ваших домах до новых встреч на нашем канале в новых видео